Всем привет дорогие друзья! Сегодня поговорим о АСУ-100М1, это советская ПТ-САУ 7 уровня. Обсудим ее технические параметры, как на ней играть и составим общее мнение, что же это за ПТ-САУ и вообще стоит ли стремиться по данной ветке идти, чтобы получить топовую ПТ 10 уровня, объект 268.4. И что из себя в общем представляет данная ПТ? Это классическая ПТ с рубкой, но рубка расположена в задней части корпуса, это бронированная ПТ и у этой ПТ присутствует неплохая подвижность. Что понравилось у данной ПТ, так это неплохое орудие, но есть у него свой большой минус, но о нем немножко позже. Орудие с пробитием 212 мм, ББшкой и 258 пробитие голдовым подкалибером. Пушка отклоняется вниз на минус 4 градуса, но это и понятно, потому что орудие расположено в задней части корпуса. Поднимается вверх на 20 градусов, здесь все в порядке, будем верхних врагов, там расположены где-то на холмах, довольно легко выцеливать. Что касательно углов поворота орудия в горизонтальной плоскости, то 12 влево, 12 вправо, не очень много, это стоит учитывать, потому что корпусом придется доворачивать, чтобы выцелить нужный нам объект. ДПМ 2.112, это чистый ДПМ, сейчас у меня с досылателем 2.400, перезарядка 6.1 секунды, ну скажу я вам, что довольно неплохо, можно сказать, что данная пушка скорострельная. Урон в 250 единиц, ни много ни мало, тоже неплохо, хотелось бы больше, но и на этом в принципе живется нормально. Время сведения 2.3, вроде быстро, но все равно лучше поставить приводы наводки с досылателем, чтобы еще улучшить комфортность стрельбы на данном орудии. Точность 0.41, вот здесь вот кроется большая проблема для данного орудия, поскольку косоватые орудия, особенно для стрельбы вдаль, там начиная с 300 метров, уже там один из трех только летит в цель. Бывает, конечно, повезет, что все три лягут, но это дело такое, больше на удачу, чем это какая-то закономерность. Удельная мощность 16,25 лошадей на тонну, довольно неплохо, максималка 54 и скорость поворота 25 градусов. Ну, если движется вперед машина неплохо, то вот поворачивает корпус, 25 градусов маловато. И про это нужно не забывать, потому что иногда просто надо довернуть корпус, чтобы отбить снаряд, и можно просто не успевать периодически. Поэтому перк виртуоз, механику-водителю качаем сразу, самым первым. Что еще из перков качать? Ну, поскольку стабилизация у нас не самая лучшая, досводиться надо, то наводчику перк на стабилизацию стрельбы, командиру, конечно же, лампочку и маскировку заряжающего. Все-таки это ПТ, иногда можно пострелять издалека, поэтому маскировка для нас очень важна. К слову, маскировка данной ПТ в стоке довольно неплохая. Она примерно где-то в верхней части, среди всех, если ПТ-7 сравнивать, она на хорошем уровне, то есть там в районе 20 неподвижной машины. А вот сейчас, например, на данный момент у меня тут немножко прокачан перк маскировка у одного танкиста. 28 у меня при неподвижной машине и 18,4 при подвижной машине. То есть такие параметры уже довольно неплохие, и в целом машина уже начинает быть менее заметная. Она не очень большая по размерам, именно поэтому, видимо, у нее такие неплохие параметры маскировки. Обзор в 350 метров, тут классика от советского танкостроения, обзора нет, поэтому стереотрубу нужно возить, чтобы хоть кого-то увидеть, и то максимум вы не увидите. Все равно максимального круга обзора у вас не будет, пока вы не выкачите и боевые братства, и другие перки на обзор. Либо не догоните это все доппайками и прочими плюшками. Ну и сейчас мы рассмотрим бронирование данной ПТ и перейдем непосредственно к тому, как же играть и как применять данную ПТ. И сейчас мы быстренько рассмотрим бронирование, поскольку тут у нас все очень просто. Рубка отличнейшим образом защищена. Тут где-то 250 миллиметров брони, маска тем более, тут за 300 миллиметров, щечки за 400, все понятно. В ЛД и НЛД, вот наши две слабые зоны, во лбу данной ПТ, то есть тут в районе до 130 и до 210 ВЛД доходит в нижней своей части, НЛД в районе 200-210 миллиметров. То есть НЛД у нас самая слабая, здесь уже и шестерки нас могут пробивать, но скорее на ГЛДе, чем обычными боешками. Хотя и обычными тоже пробивает, если, например, стояв где-то вот так снизу, тоже такое было в боях у меня. И в целом вот эти миллиметры, они немножко, мне кажется, завышенными. То, что показывает мод, где-то все равно это меньшие цифры, потому что и обычный ББ с пробитием там в 150 пробивает сюда, в нижнюю часть. В ЛД если еще держать, то НЛД, к сожалению, нет. Вот борт у нас 75 миллиметров и если ромбом поставить, то если не считать вот этой части скошенной, то в целом можно бортом даже танкануть какие-то снаряды и очень даже интересно. Ну а так борт, конечно, если вам зайдут борт, то уже, конечно, держитесь, ничего вас не спасет, с кормы тоже ничего феноменального тут нету данной ПТ. Ну вот маску, если скрыть НЛД, то в ЛД будет очень даже неплохо держать, еще плюс ромб поставить, ну хотя вот под максимальным углом, где хватает у вас углов орудия и можно таким образом вытанковать очень даже неплохо, как на тяжи играть. И вот я вам рассказал все прелести данной машины, все ее ТТХ и плюс мы рассмотрели бронирование. Что же это значит? Танк неплохо бронирован, но для кого? Это седьмой уровень, то есть мы попадаем девяткам. А также мы попадаем к пятеркам, но пятерок, правда, не встречал. Шестерок, да, периодически встречается, но где-то, ну трудно сказать, но где-то 50 на 50, то есть вы можете попасть и в середину списка, и вверх списка, и вниз списка. То есть, итак, если мы в топе, что нам делать? Ну даже если не в топе, если даже мы играем с восьмерками, мы в середине списка. Играем в активный геймплей. У нас есть броня, мы можем поехать на первую линию, мы можем потолкаться даже с тяжами. Ну и либо с СТ-шками. Правда, учтите, что углов склонения у вас не сильно много, всего лишь минус 4, поэтому через холмы не очень удобно. И, возможно, нас в НЛД даже будут больше пробивать, чем мы там настреляем таким образом. Поэтому нам нужна примерно ровная поверхность, это где-то город. И от борта, в принципе, пряча НЛД, мы можем настреливать урон, например, даже против тяжей. Главное, чтобы нас прикрывали союзники. Потому что танк, как я говорил, нифига не маневренный в плане кручения вокруг себя. И нужно, чтобы вас прикрывали. Поэтому вы основной дамагер, например, если вы в топе, а вас союзники должны прикрывать. Смотрите, чтобы они не сдохли. Иначе, когда они сдохнут, вас тоже очень быстро разберут. Потому что очень часто ставят на гуслю. Поэтому перк ремонт тоже очень важно прокачивать ним из первых. Хотя вы знаете очень много перков, которые важно прокачивать на этой ПТ в первую очередь. Ты просто даже не знаешь, какой из них лучше и быстрее выбрать. С чем же тебе повезет. Итак, против восьмерок, в принципе, можем играть. Потому что это ПТ где-то даже тянет на броню восьмого уровня. Если рубкой мы точно отбиваем восьмерок, то ВЛД, НЛД уже скорее нет. Скорее они нас будут пробивать, если будут стрелять там встык. Даже на стандартных ББшках. Поэтому нужно постоянно двигать стандартные ПТ. То есть корпус двигать влево-вправо, чтобы сложнее было выцеливать выязвимые места в тот же НЛД. Плюс прятать НЛД, как я уже говорил. И ни в коем случае не допускать, не пробить. Если вы видите прочного врага перед собой, зарядите лучше голду. Если у вас не получается его пробить, потому что время идет. Скорее всего против вас тоже сейчас зарядит голду. И будут ВЛДы тоже вас пробивать. Что делать, если мы играем против девяток? Здесь уже в лоб сильно не поедешь. Уже вас будут пробивать и скорее всего даже в рубку будут пробивать. В ЛД тем более оно довольно большое. И вряд ли вы его сильно там спрячете. Тем более через холмы особо не поиграешь. Поэтому играем в классическую ПТ на дальних дистанциях. Правда шансов попаданий у вас очень мало. Точность плохая. Но спешить не стоит. Поиграв на дальней дистанции, вы можете оценить ситуацию и начать уже более активно действовать. Вдруг где-то враг начнет заезжать где-то вам в корму вашим союзникам. Вы тем самым будете подстраховывать. Особенно если он такого же уровня, как вы, либо низкого. То вы сможете напрямую противостоять в принципе любому врагу 6-7 уровня. Лишь бы их было немного. Замечу, что игра в классическую ПТ на данной машине не привозила много дивидендов. Больше нравилась игра как раз вот вблизи. Лоб-лоб. Когда танкуешь непосредственно со своими врагами на самой ближайшей дистанции. Ну, у каждого своя манера игры. Поэтому попробуйте и так, и так. И решите, как вам интереснее. Ну, я говорю, что вот опытным путем я пришел к тому, что все-таки игра вблизи, на близких дистанциях для этой ПТ предпочтители. Но опять же, смотря против кого. Оценивайте, кто против вас играет и какое бронепробитие у вашего врага. Если вы будете как-то сопоставлять эти моменты, то у вас будет получаться играть на этой ПТ. В целом, игра на данной ПТ мне даже понравилась. Хотя я не любитель ПТ с рубкой, но вот ее бронирование, оно как-то так сгладило эти шероховатости. И ПТ мне понравилось. Поэтому прошел ее, в принципе, без какого-то напряга. И дальше буду проходить эту ветку. Все-таки объект 2684 все еще неплох. И можно сказать, что танк 10 уровня все еще желаем игроками. И стремиться к нему можно и нужно. У меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Дваска. Всем пока.